Анна работает по новой методике, эффект которой сразу ощутила на себе. Зарплата выросла на 20%, до 25 тысяч рублей. Вместе с коллегами девушка образует небольшую группу, на столе которой на расстоянии вытянутой руки находятся все необходимые элементы сборки. Правильная логистика рабочего места позволила увеличить сборку готовых распределительных коробок на несколько сотен штук. По количеству изделий, ну, 200-300 штук, возможно, дальше будет побольше. А сколько было раньше? Раньше, ну, 900-1000 примерно, сейчас 1200-1300, бывает, когда побольше. Завод «Алмаз» – одно из крупнейших предприятий региона. Здесь производят широкий ассортимент различных электротоваров, от распределительных коробок до бытовых розеток и выключателей. В этом году руководство организации решило испытать на производстве новые подходы и не прогадало. Благодаря внедрению различных передовых подходов на предприятии удалось повысить производительность на 20%, а на некоторых участках на 30% и более. Например, помогло формирование вот таких троек, где каждый специалист выполняет свой вид работ. Люди меняются через день, что помогает меньше утомляться и выполнять больше операций за смену. Таких подходов несколько. Кроме озвученных на линии сборки, организовали так называемый супермаркет. Контейнеры с материалами установили так, чтобы их удобно было забирать рабочим. Красный цвет коробок говорит о том, что рассудники заканчиваются, и их надо восполнить. Изменения коснулись и линии литья. Тут красители распределили по отдельным секциям. Подписали их, что тоже уменьшило срок их поиска и ввода в работу. Мы будем продолжать дальше. У нас только одна серия была затронута продуктовая 26.03, 26.04. У нас таких линейок много. Мы будем сейчас это все поочинно покиражировать на другие линейки. Соответственно, по другим изделиям будем также увеличивать выработку. Внедрение бережливого производства, система 5С и другие подходы – лишь часть методов для достижения роста производительности, которые уже освоили целый ряд предприятий региона. И это только начало. Уже сегодня результаты, которые обозначены правительством в рамках проекта предприятиями Тамбовской области, перевыполнены. Ключевое значение – рост производительности труда было определено на уровне 10%. Такие предприятия, как завод «Пигмент», как «Миларем» обеспечили рост производительности труда на пилотных потоках свыше 50%. В будущем объем предприятий нашего региона, которые примут участие в нацпроекте, увеличится до 50% почти в два раза. Максимальных показателей прироста производительности труда планируют достичь к 2024 году. На Алмазе годом ранее планируют выйти на увеличение всех плановых показателей на 30%. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.